Когда мы говорим про Армению, следующую фразу, которую нужно сказать, держим за вас кулачки, надеемся, что у вас все получится. Потому что то, что происходит в Армении, это, конечно, пример потрясающего единства нации, которая доказала то, что свободные люди могут добиваться перемены, что свободных людей гораздо больше. Ведь Армения два месяца назад, это рейтинг Сарксяна больше, чем рейтинг Путина, абсолютно задавленное какое-то общество. Казалось, что даже и близко ничего подобного там не может происходить. Тем не менее, произошло, тем не менее, эти люди побеждают прямо сейчас. И несмотря на то, что очень сложный путь, мы все надеемся, что они победят, и что это будет замечательный пример для России. И что это приведет к тому, что у нас появится хороший, богатый, свободный, нормально развивающийся сосед. Потому что если в Армении все будет хорошо, и нам от этого все будет хорошо, я просто хотел еще раз напомнить хронологию событий, который как раз говорит нам о том, что как важно упорство, как важно совместная, качественная работа лидера, оппозиционного лидера, потрясающего человека Никола Пашиняна, и тех людей, которые его поддерживают, которые отбросили какие-то там разногласия, которые всегда есть в оппозиционном движении, и просто сплотились все вместе для того, чтобы эту номенклатуру подвинуть. Вот смотрите же, что у них происходило. Было несколько дней протестов. Их разгоняли, сажали и так далее. Тем не менее, постепенно к людям, Армения, 3 миллиона населения всего лишь, это как 3 административных округа Москвы. Тем не менее, сотни тысяч людей вышли на улицу, не постепенно, через некоторое время присоединилась там и полиция, и военные, и различные другие партии присоединились. Но потом дело же дошло до парламента, и парламент должен был переутвердить кандидатуру премьер-министра. А вот представьте, у нас произошло бы то же самое. Было бы то же самое. Выходит миллион человек на улицу, все говорят, ну как, Путин обманывал нас, он остался на другой срок, и поэтому мы требуем смены власти, которая предусмотрена на Конституции. А утверждать премьер-министра должна Дума, а в Думе сидит Единая Россия. И вот в Армении произошло то же самое. Несмотря на то, что люди в огромном количестве, вся страна вышла на улицу и сказала, давайте меняйте, местная Единая Россия, республиканская партия, они сказали, пожалуй, нет. Не будем утверждать. И отказались утверждать, ну, очевидного лидера этого протестного движения, очевидно сейчас, фактически, лидера нации Никола Пашиняна отказались утверждать его премьер-министром. Ему не хватило там шесть или восемь голосов. Не будем и все. Почему не будем? Об этом очень хорошо говорит нам видео. Вот после того, как они отказались утвердить его, Пашинян и правильно сделал. Призвал к акциям протеста, призвал к акциям гражданского неповиновения. Они перегородили все дороги, перегородили дорогу в аэропорт, дороги в Ереване были закрыты. И я увидел видео прекрасное. Давайте посмотрим его, пожалуйста. Автомобиль. Вот видим, это Реншровер, по-моему, впереди, а за ним едет Гелендваген. Он, это один из лидеров республиканской партии, то есть местной Единой России, таким образом объезжает пробки. А теперь давайте взглянем на фотографию человека, который вот таким образом ведет себя, таким образом передвигается по улицам Еревана. Вот, понимаете, золотые погоны, медальки, гордый и уверенный взгляд хозяина жизни, который понимает, а в чем проблема? Перекрыты дороги, я сяду на свой Реншровер и поеду по лестнице, а за мной поедет моя охрана в Гелендвагене. И все у меня хорошо, потому что вот этот вот сам мигрант Погасян, генерал-майор юстиции, он даже и нам немножко известен, потому что когда были опубликованы так называемые Panama Papers, то есть документы о офшорах, которые принадлежат государственным чиновникам в разных странах, у этого самого Погасяна было найдено три офшорные панамские компании. Но поэтому, ну сами подумайте, вот сидят эти республиканская партия, как наша Единая Россия. Давайте прям про наша Единая Россия в такой же ситуации сидит. И он думает, ага, сейчас у меня зарплата 450 тысяч рублей в месяц, плюс моя жена работает в госкорпорации, где через нее, через плату ей фактически мне заносят взятку еще 3 миллиона рублей в месяц. Вот 3,5 я получаю в месяц, а если сменится премьер-министр или вот эти вот с улицы добьются своего, я буду получать ноль. Я буду получать ноль, потому что, ну я бизнесом не привык заниматься, чиновник из меня плохой, если меня погонят с этого кресла, у меня не будет ничего. По меру, конечно, я не пойду, потому что я уже довольно много украл, но мне не хочется лишиться доходов. Ровно об этом и думали все члены республиканской партии. Поэтому вот они как раз Пашиняну и сказали, значит, ты там вместе с Навальным и Саакашвили, у тебя нет плана урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сказали они ему и не утвердили. А у кого он есть? Мы все отлично понимаем, что не решается проблема Нагорного Карабаха никак. Ни у кого нет реалистичного плана урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта ни в Азербайджане, ни в Армении. Такого реалистичного, который завтра можно реализовать, ни у кого нет плана. Это на десятилетия территориальный конфликт. Но тем не менее, они вот повторяют все то же самое, что говорят наши единороссы. Это мировая закулиса, мы в кольце врагов, ну просто Путин говорит про Америку, а в Армении все говорят про Азербайджан. Мы в кольце врагов, поэтому коней на переправе не меняют. Армии, всякие вот эти бегающие по улицам управлять не могут. Позитивной программы у них нет, не утверждаем себя. И вот здесь ключевая вещь, которая нужна была армянской оппозиции, она ее продемонстрировала, это настойчивость, то, о чем я говорил в прошлой программе. Опять же, кто спас ситуацию? Люди, которые написали колонки? Суперполитические аналитики с мегасоветами? Или какие-то, я не знаю, программы были написаны, конструктивные, или еще что-то? Да нет. Обычный человек, который с утра вышел из дома, вот вы видите, молодые люди, вышли и встали на дороге. Вот они и изменили ситуацию. И вот уже сейчас республиканская партия после этих массовых протестов, республиканская партия Армении, после этих массовых протестов и массовых акций гражданского неповиновения, когда был блокирован целый город. Они сказали, хорошо, мы проголосуем за любого, кого выдвинут одна треть парламента, а у Пашиняна достаточное количество голосов. То есть люди заставили обычный человек, который не думал, что ну я пойду, а вдруг меня выгонят, а вдруг меня уволят, а вдруг меня из водомета обольют водой. Там же и водометы были в Ереване на первой части этих протестов. И тогда, когда люди только начинали выходить, им тоже казалось, что это безнадежно, ничего не получится. Ну а что, я пойду, а все остальные не пойдут. Ну а зачем мне эти, а что эти митинги меняют? Ведь в истории Армении за последние годы они ничего не меняли, и нет никаких историй успеха. Тем не менее, вот люди, они не думали так, они просто подумали, что я должен пойти. Они пошли и добились того, что, по крайней мере, власть сейчас в Армении сменится. Там будет, конечно, очень, очень непростой период. Вот сейчас, почему я начал вот этот сюжет с того, что вот держим кулачки, чтобы в Армении получилось. Очень хочется, чтобы получилось. Там будет еще сложнее, чем на Украине. Армения, одно из самых бедных государств бывшего Советского Союза, она чудовищно коррумпирована. То есть вот Украина до сих пор более коррумпирована, чем Россия, несмотря на то, что Россия это мрак коррупции. Армения еще более коррумпирована, чем Украина, и олигархи контролируют там еще большую часть экономики, чем по сравнению с Украиной и с Россией. И поэтому то, с чем столкнется армянская оппозиция, сам Пашинян, армянское общество в следующие несколько месяцев, это вот именно вот этот все олигархический шурмур, все эти мутки, кручу-верчу, обмануть хочу. То, что на Украине мы видим, то, что объективно, к сожалению, очень сильно препятствует на Украине двигаться в нормальную сторону. Потому что, ну да, народ победил, но газеты принадлежат олигархам. Но по-прежнему журналисты везде сидят абсолютно продажные. Договориться с олигархами? Путин умеет это делать восхитительным образом. С любым олигархом, армянским, украинским, Кремль в лице Газпрома, в лице там энергетических компаний, в лице там кого угодно, договорятся без проблем и порешают любые вопросы всегда. И в этом смысле, конечно, контроль олигархической над экономикой и то, что основные политические силы годами получали деньги от этих олигархов, является грандиозной проблемой. Это причина, почему на Украине, ну я не могу сказать, что не получается. Гораздо менее, гораздо хуже получается, чем мы все на это надеялись. И почему сейчас в Армении такая большая угроза? Какие-нибудь 100 миллионов долларов, которые для российского олигарха или для Кремля, это просто ерунда, это ничто. Но за эти деньги можно скупить там все СМИ в этой стране, можно скупить половину политиков в этой стране. И именно это и будут делать. И сейчас, на самом деле, опять же, не существует ничего, что могло бы защитить вот эту новую, зарождающуюся демократию в Армении лучше, чем обычные люди, которые выходят на улицу и стоят. Это самое важное, и мы все очень сильно надеемся, что будет на территории бывшего Советского Союза, кроме стран Прибалтики. Еще один пример, когда восставшие люди перевели к власти честную политику. Никола Пашинян выглядит именно таким. И сменят судей, проведут деолигархизацию, вот какое слово, деолигархизацию экономики. Сменят вот этих всех замечательных людей в золотых погонах. Но, по крайней мере, сменят часть какой-то номенклатуры и элиты и устроят нормальное демократическое движение, при котором лидеры разбираются, теряют поддержку лидеров, меняют. Формируются разные блоки, разные коалиции. В парламенте побеждают одни, другие проигрывают, потом наоборот. Но появляются такие качели. Сначала победили левые, потом правые, сначала больше националистов, потом больше либералов. Это и есть демократия. Так и происходит в богатых странах. Очень бы хотелось, чтобы в Армении это...